Прошу вас, да, первое гостя. Как-то вам очень повезло в жизни, потому что, да, потому что, вы же помните, да, в начале всегда в конце, а тут, можно сказать, такое начало, возьмите, пожалуйста, микрофон, когда мы даже не знали, когда мы встретимся и встретимся ли. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, говорите, пожалуйста, микрофон. 1969 год. 1969 год. Да. Город Куйбышев. Время? Один час тридцать минут. Это ночи? Да. Ага. Это, я так понимаю, Самара теперь называется? Самара, да. Самара. Да. Так, скажите, пожалуйста, ваши родители живы? Мама жива, папы нет. Когда папа умер? 6 августа 2015 года. Да. То есть, вам было 46 лет? Да. Папы не стало, когда Жанне было 46 лет. Друзья, что-нибудь предложите нам для дирекции? Ну, Сатурн маловатенько, тут 31. А от асцендента, наоборот, далеко. Что-то папу не вижу. А вот единственное только, но это тоже большой зверь, асцендент к южному тащить. Ну, там 8 градусов, а надо 46. Нет, ну, можно, конечно. Тем более, час 30, это же так. Вот можно сделать папу асцендент к южному. Но, опять-таки, а можно и не делать. Потому что, вот и ЦМАРС, 60 градусов. Мама жива. Да. Вы одна, один ребенок? Нет, у мамы, у папы одна, а я дочь, а у мамы двое детей, просто от разных браков. А, тогда? Я с вашей сестра. Тогда, смотрите, у папы Жанна единственный ребенок. У мамы еще есть. Значит, папу мы должны у Жанны найти. Потому что мама может пройти и по своему, понятно ли? Да. А папе больше проходить не у кого. Потому что Жанна единственный ребенок папы. Значит, все-таки микродирекция, да, минимум. Друзья, вот хотел вам сказать, мы столько не виделись, все новости сразу не скажешь. За вот то время, которое прошло, работа, пока мы не виделись, в западной астрологии по совершенствованию знаний не прекращалась. У меня для вас есть очень интересные новые алгоритмы. И про первый из них, но он не новый, просто название меняется. Нам чуть-чуть подправили название дирекции. Я понимаю, что мы привыкли, но они в более правильном и современном формате. Вы помните, у нас было микро и микронное. Запишите, пожалуйста. Немножко, чуть-чуть надо поменять терминологию. Та, которая называлась микродирекция, теперь будет называться мини-дирекция. Мы же не употребляли такое название? Нет. Это такая коррекция в терминах, необходимая с точки зрения современной математики и кибернетики. То есть, то, что мы называли микродирекцией, корректнее называть мини, а то, что мы называли микронной, будет называться просто, ну как мы называли, микродирекцией. То есть, мини и микро. Микро не будет употребляться два раза, а то у нас была микро и, еще раз, микро, только как бы еще микрее. Мини и микро. Вижу непонятно. Ну, вот мы же должны совершенствоваться с вами. Вот мы совершенствуемся. То есть, вот сейчас я буду какую делать дирекцию, асцендент к южному? Микро. Мини и микро. По старому микро, но теперь правильно ее называть, где один градус десять лет. Мини-дирекция. А микро это самое редкое только останется, когда планета минута год точно на куспиде стоит, которую мы применяем крайне редко. То есть, мы будем делать мини-дирекцию. Назовите, пожалуйста, еще раз дату смерти папу. Да, ну, шестого. Я напишу. Шестое августа. Две тысячи пятнадцать. Две тысячи пятнадцать. Давайте сделаем расчет. Значит, Жанне было сорок... Пять. Пять, правильно, да, сорока шести еще не было. Сорок пять лет. Дальше восемь, вы меня поправляете. Восемь месяцев и... Так, так, так. Двадцать пять дней. Правильно или нет? Нет? Ну, конечно, у нас есть дирекционная дуга для этого. Да. Можно и по дуге рассчитать. Сорок пять, восемь, двадцать пять. Так, 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 так. Ну, я думаю, что правильно. В мини-дирекции это четыре градуса, тридцать четыре минуты, двадцать пять секунд. Поехали. Так, четыре градуса. Асцендент, южный узел. Я сказал четыре двадцать... Да, четыре тридцать четыре двадцать пять. Все правильно. Но, конечно, сдвиг во времени существенного. У вас же мама, вы говорите, жива, да? Да. А вот вы ради интереса сможете вот потом спросить у мамы, могло ли произойти ваше рождение в час сорок шесть? Да, я, конечно, спрошу. Ну, если вдруг она, она, можно сказать, я не помню. Или, можно сказать, в принципе, могло. Ну, конечно, друзья, шестнадцать минут многовато. Правда? Многовато. Но других вариантов нет. А на побирке, я вам говорила? Нет, на побирке. Она обирку потеряла, я так поняла, она примерно. Примерно, ну, тогда может быть, да, тогда может быть. Час сорок шесть, минут сорок шесть секунд. Папа, мини-дирекция, асцендент к Южному узлу. Все, Жанна, мы вас внимательно слушаем. Какие у вас вопросы? Пожалуйста. Вы знаете, у меня вопрос на народе. Давайте. Стоит у меня третий брак. Третий брак. И третий брак, он трещит по швам. Да что? Стоит ли, да. А, давайте разберемся. Назовите, пожалуйста, дату рождения вашего третьего супруга. 14 октября 1967 года. Джаука, что трещит по швам. Смотрите, он весы. Пара весы и скорпион по солнечным знакам. Очень хорошая он весы, она скорпион. Как этот аспект называется? Соседние знаки. Полусекстильная пара. Очень хорошая. Дальше. По числу рождения, вот солнце 20 градусов, он чуть-чуть не прошел, но близко. 14 и 20. Асцендент в деле у Жанны, он весы, жизнь с ним должна нести Жанне хорошее материальное благополучие. Ну, то есть, как бы жалко вообще, он, в принципе, вот из того, что я вижу у вас в гороскопе, я бы сказал, что он вам подходит. Ну, видите, друзья, что я натворил. Я в процессе ректификации урулил на Антарес. Антарес появился на ИЦЕ. Но разводы-то были. Вот вам и Антарес. Разводы были. Откуда многобрачие? Десцендент в рыбах. Раз. Луна мотабельная. Два. Кстати, Херон, скажите, Жанна, а у вас вот с теми двумя мужьями, с которыми вы расстались, не было с вашей или с их стороны потом попыток какого-то воссоединения? Ну, уже после того, как? Если вспомнить. Ну, второй муж, может быть, и хотел бы соединиться. Ну, вот он, но вы не хотели. А второй бы хотел. Ну, я думаю, что да. Да. Ну, я думаю, нам надо брак этот сохранять. А почему, если... Не секрет, он просто очень много обманывает. А я не могу это терпеть. Но обманывает на тему... Ну, на... Не денег. Даже не денег. Не, не денег. Не денег, нет, нет. Ну, вот на сегодняшний момент я считаю, что там у него кто-то другой человек появился. Это подозрение или это, вы считаете, факт, что у мужа есть кто? Ну, это ощущения и какие-то ситуации, ситуации и факты, которые я сложила. Ну, женщина это всегда чувствует. Ну, да. Но разговора не было. Вы знаете, был. И причем даже, ну, я честно буду говорить, то есть пару дней назад он отсутствовал ночью и сказал, что он с другом. И сегодня, но я поскольку чувствую, я просто просила сказать искренне, как есть. А потом уже я приму решение сохранять, не сохранять, вообще как быть. Но он сказал, что нет, у него никого нет. И в итоге я просто сегодня позвонила другу. Он мне рассказал, что он был у друга, что ему друг подарила эти колонны и все прочее. И я позвонила этому другу. Он, честно говоря, не ожидал, что я это сделал, потому что я никогда таких вещей экстрематур не делала. Жанна молодец. Жанна Молодец. Жанна Плутон на Южном Первом доме. Она, кармические потомственные когибисты, естественно, получив инфу, а други должна была это проверить, конечно, да, с дактилоскопией. И что показала проверка? Проверка показала, что друг был очень удивлен, что он, оказывается, был... Участник расследования. Да, да. Друг был не в курсе, что является участником проводимого расследования. Так, ну, то есть, проще говоря, что муж не был у меня. Нет, нет. Нет. И на вопрос... Странно, что... А муж разве не предполагал, что вы можете вправить другую? Вы знаете, он не ожидал, потому что я таких поступков не совершаю. Жанна скрывала свой Плутон в первом доме, и он, да... Ну, я считаю, что это уязвительно, и никогда таких поступков не делала. Ну, нет, ну, в этих поступках нет ничего плохого. Они продиктованы желанием знать подробности из обстоятельств жизни близких людей. Вы ему об этом сказали, что вы в курсе? А, он присутствовал при этом, да. Да что вы, это была очная ставка. В лучших традициях это был не допрос друга, а проводилась фирменная очная ставка. Ну, в общем, я чувствую, муж себя бледно, да, ощущал там? Вы знаете, нет. Нет? Нет. А как? Он сказал на вопрос о том, что, ну, очевидный факт, свидетельствует о том, что он был не там, а он говорит, а я был у другого друга. Малые бедры. Дальше Жанна должна была попросить, да, координаты этого другого друга для того, чтобы провести следующего очень устанавливания. И сказал, что, да, и по поводу одеколона он сказал, что он сам себе его купил. Ну, в общем, ну, там, да, история такая, что... А, одеколон. А вы думаете, что одеколон появился... Я, знаете, как думаю, он просто сам же, вот человек очень с богатой фантазией, он мне когда пришел, он сказал, ты знаешь, вот удивительно, но вот мне друг подарил одеколон. Это как в фильме, это, где Басилашвили... Осенний марафон. Осенний марафон, когда Жанна его спрашивает, это вам вытрезвители? Да, да. Да, новые, дорогие куртки выдавали. Вот это, примерно, та же история с одеколоном. Да, совершенно верно. Причем самое смешное, то, что он забывает, видимо, то, что он пишет. В 10 часов вечера он написал, что они сидят, общаются, А потом придумал историю, что друг пошел за спиртным, и не хватило, и он купил ему одеколон, видимо, очень много выпьет. Вместо спиртного. Вместо спиртного. Или для цели и той, и другой. И выпить, и что приятно. При этом, да. Папа, да. То есть многофункциональный одеколон. Точно, точно. Многоцелевой. Многоцелевой. Причем самое интересное, что этот одеколон, оказывается, у нас продается даже, наверное, после 10 часов вечера. А когда я спросила, ты знаешь, у вас в магазинах вообще ритуаль, даже в крупном торговле. В первом доме. Да, да. Человек сразу знал временной промежуток, в котором можно и нельзя приобрести одеколон. Да, на что он мне сказал, что, может быть, он купил не в ритуале, это я просто вот случайно сказала. А Жан ответил, выяснил. Вы позвонили, да, в эту торговую все. Ну, я скажу, что, может быть, где-то там в киоске в каком-то. Я говорю, слушай, у нас 90-е уже давно-давно прошли. Ну да. И что в киосках продают? В киосках, сначала эти колонны не продают. Да. Ну, понятно, да. Шутки, шутки. Но, Жанна, из того, что я услышал, Херон в седьмом году. Да, да. Злой, конечно, вовни, ретроградный. Но из того, и возраст Херонский только-только кончился. Потому что 12 ноября Жанне 51, то есть она вот из возраста Херона почти еще не вышла. И вот это вот чисто херонянская история с одеколонными друзьями. Жанна, ну из того, что я услышал, понятно, что при всем при том все это безобидно. Да, я понимаю, вам неприятно думать, что муж нечестен с вами, и кто-то дарит ему одеколоны. И это явно не друзья мужского пола. Но при всем при том он как-то, видимо, и очень наивен. Ну, как бы, ну, допустим, ему женщина подарила одеколон. Но он же понимает, что как бы, ну, подставляться, вынуждая расспросы, потом отвечать, откуда взялся этот одеколон и так далее. Я думаю, он, ну, естественно, я думаю, что он не планирует от вас уходить. Это какая-то такая история. Сколько ему лет? 53. 53. Я не думаю, что надо рубить все, все, курицки, капусту. Каковы ваши планы? Ему. Ему 51. Нет, нет, 53 и 51, неважно. Каковы ваши планы? Ну, вообще он, ну, там много было ситуаций, и он, сегодня он извинялся. Извинялся просто, ну, вот за эту ситуацию, вообще за все. Слышал, что я и сказала, что он не думал, что это выльется в предразводную... Он весь цирий, он всем хочет угодить. Он со всеми... Я не думаю, что надо. Вы намерены разрубить и порушить? Если честно, я, ну, я не знаю, честно, не знаю. Нет, я бы вам не советовал. Он, понимаете как, при всех его причудах, он вам подходит. Это не так просто найти. На этой сцене, в большинстве случаев, стоят те, кому я говорю по дате рождения, что, ой, это вам не пара, это вам не подходит. Так или нет? Редко, когда я говорю, о, как раз то, что надо. Ну, да, я понимаю, некие чудачества есть. Но, Жанна, я не думаю... Ну, хорошо, вот разведетесь, вы, а дальше что? Может быть, вы, у вас есть... Нет. Блянки? Нет. Надо оставаться. Я думаю, что надо как-то спустить. Да. Да, вот есть такая планета, Херон называется, вот это всякие причуды, вот это всякие причуды. Вот скажите, ваш супруг, может быть, он какой-то сверхсостоятельный человек, и кто-то хочет у вас его оттяпать, чтобы какая-то женщина хочет его прибрать к рукам, чтобы, ну, как бы, обогатиться. Или, может, он там, я не знаю, обладает какими-то огромными связями, или... Ничего нет. Я думаю, ничего нет, просто... Ну, он умеет пыль в глазах, но... Ну, и что, да. Скорее. Мой добрый совет, как бы, спустить это на тормозах, потому что порушить можно, но у нас северный узел в седьмом доме. Зачем нам оставаться? И грядет пятьдесят шесть. Конечно, даже если Жанна бы с ним разошлась, ее бы узлы, безусловно, не наказали, потому что три брака в анамнезе выше крыши, плюс наверняка вы носите фамилию одного из мужей. Второго. Ну, не первого из мужей. Вы ему показали свои детективные способности. Да, он понял, что с вами номер, так сказать, обмануть вас в легкую не пройдет. Я думаю, что это будет ему хорошим образом. Скажите, все-таки материально он как-то не пустой для вас? Я не говорю вообще. Сейчас очень тяжело. Вообще очень тяжело, потому что из-за кризиса было получше? Просто брак епатерианский, который дает богатство? Ну, до кризиса, да, все хорошо было. Единственное, сервисович... Он предприниматель или что? Он крутится в бизнесе, но сейчас проекты, да, сейчас проекты нужны. Не, ну это понятно сейчас. Самая же пострадавшая во всей этой истории, это именно как раз сфера предпринимательства, разрушенная на корню. Ну, за исключением производства масок и перчаток. То есть не все сферы бизнеса сильно пострадали, но больше их часть, конечно, пострадала очень сильно. Ну, короче говоря, там просто прогрессивная по-второму, поэтому я затеял разговор на финансовую тему. Но в декабре соединение с Юпитером что-то хорошее. Ну, вот он все говорит, что да, вот скорость... Намечается. А, правда намечается. Да. Правда намечается, поэтому простите его и не рушите. Вы же выходили замуж все-таки по любви. Так или нет? По любви. Он вам подходит. У вас это третий брак. У него... У него тоже третий. Тоже третий. Он формально второй раз был женат, но тем не менее. Ну, там что-то нужно было сделать, он три месяца был женат, для того, чтобы человек получил гражданство или что-то такое. А, фиктивно. Фиктивно, да. Фиктивно, да. Но тем не менее, все равно официально женат, да. Да. Ну, как бы, я думаю, что и он третий раз, когда это делал, делал это не просто так. Ну, третий раз женился. Я думаю, что он с вами хочет уже как бы, ну, идти туда в гавань жизни, рука об руку. Он же не делал намеки, что он собирается вас бросить. Нет, он не делал. Он, знаете, как, он говорил о том, что ему легче одному, что у него депрессия и все прочее. Нет, ну, депрессия, да. И у нас есть. Нет, ну, если жизнь взяли и на ровном месте разрушили, это... Сохранить радость очень трудно. Нет. Жанна, спустите все. Не надо. Ну, там, знаете, еще какая ситуация? Он бывший военный, и у него служебное жилье. Но у нас квартира куплена в браке, но у нас... Господи, как называется? Ну, соглашение брачное... Есть брачный договор. Есть брачный договор. И что согласно договору? Что квартира моя. Ну, и сейчас, вроде как формально, мы подали вообще заявление в ЗАГС о том, чтобы развестись 22 декабря. Зачем? Ну, вот... Это вы настояли? Ну, я настояла, потому что нужно квартиру получить. В смысле нужно квартиру? А, кто, кто? А, иначе он не получит. Ну, получается, что он на моей территории, но, тем не менее, все равно, он же в браке. Нет, а если его выписать? А он не прописан, все равно, он же женат официально, а у жены есть жилье, и все. И он лишается? Лишается, да. О, как? Да. Очередь последней своей. Плохо брать. А, ну, то есть вы подали не за этой историей? Нет, ну, да. А, подали, чтобы он получил? Нет, ну, это не считать. Вы же потом бы расписались? Еще раз, заново? Ну, конечно. Не, не заново. Как они заново? Вот южный узел уже, вот уже, хотя до возврата еще пять лет уже вот он провокацию устраивает. И вроде, видите, под хорошей темой, вроде как вторая квартира, а хоп тебе и развод, а больше не расписывайся. Жанна, смотрите, развездись надо, ну, жалко квартиру лишить, но, разводясь, вы должны с ним это проговорить, что как только квартиру он получит, Кстати, а он ее получит, это будет частная собственность или нет? Да, конечно. А, то есть они могут сразу жениться? Снова? Да. Он ее не отберут уже, квартиру? Нет, 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 нет. Все, тогда вы должны с мужем проговорить, что вот когда это случится, вы снова распишетесь. Обязательно. Это вам нужно. Кармически, и не только кармически. Ну, и другого найти. Можно, но, как бы, дело такое. А вдруг этот другой окажется тригональной парой или еще чем-то нехорошим. Этот-то уже, как бы, при всех его причунил. А с этой квартирой вы думали, что, как вы распределились, с его квартирой? А служебная, которая вот тут получит? Ну, которую он получит, да. Да нет, еще не разрешали. Ну, хорошо. В общем, в любом случае, да, развод надо, но чисто такой, как бы, формальный, да, никаких вот. А по сути, я вам все-таки советую с мужем помириться, простить его. Вот считайте все случившееся результатом мини-психоза. В этом году, мы об этом сегодня говорили, Эрида привела к тому, что, ну, как бы, не все воздействия психика способны адекватно воспринимать. И, как бы, ну, считайте, что это вот завихрения, которые должны, в общем, пройти. То есть, я вам советую остаться с ним, несмотря ни на что, вне зависимости от квартиры и так далее. Да. Вот так. Он же подписал вам мрачный договор? Да, конечно. Нет. Ну, вообще, такой человек щедрый. Вот, вот. Он же не стал тогда говорить, а что это, ты меня что, типа, собираешься спихнуть, да, сосвету, что ли? Почему я должен быть в брачный договор? Он же подписал. Да, он подписал. Значит, он верил в ваш, ну, как бы. Ну, я согласна. Да. Ну, собственно, я ему тоже верю, я поэтому верила. Ну, это, ну, завихрение. Ну, завихрение, это дурацкая история с адеколоном. Все это, как бы, эпизоды. Все, все это эпизоды. Уверен, что он это тоже понимает. Он же извинился сегодня. Извинился. Значит, он боится вас потерять. Не хочет вас потерять. Если бы он собирался уйти к этой некой женщине, правильно, которая дарит адеколоны, вряд ли бы он стал извиняться. Друзья, это Херон. Самое интересное, что адеколон таки реально мог подарить другу. Ну, мы-то думаем, ну, и как бы Жанна, что это женщина подарила. А по Херону это так и правдой может оказаться. Просто, знаете, подстава, как бы, такая получилась. То есть... Ну, вообще все сказал, что все случайное событие. Ну, да, это... Да, это могло быть. Мужчина-то не теряет. А мой друг так, а я почему мне бы... Естественно. А потом извиняется. Ну, конечно. Поэтому, все, не будем рушить. Овцы хорошие. Не будем рушить. Желаю вам счастья. Спасибо. Спасибо, да. Приходите. Пожалуйста. Ну, видите, друзья? Ну, одно слово тут надо сказать. Давай там быстро. Да, по работе. Ну, что по работе. Стоит ли мне продолжать? Что продолжать? Профессия работать. Какая профессия? Юрист. Юрист, да, вы говорили. Юрист. Да, северный в седьмом. Юпитер, правда, неэссенциальный, но на звезде. Арктур во втором доме. Кстати, профессия вас кормит. А вы как юрист в какой области? Ну, мы же широкого профиля юристы вообще. Нет, ну, вы конкретно... Не, нет, ну, а вы конкретно работаете... Гражданское право. А еще конкретнее. Ну, вы адвокаты, юрисконсульт. Юрисконсульт, будем так, юрисконсульт. На крыльях? На крыльях, да. Ну, Юпитер, он с Венерой во втором доме. Конечно, знак не фиксированный, платили бы больше, но сказать, что совсем не платят, тоже нельзя. Все хорошо. А вы что, уходите? Нет, я полтора года не работаю, но в связи с тем, что муж начал вроде как зарабатывать, сейчас не зарабатывает, поэтому хочу выходить. Правильно. И меньше мыслей будет о бочных ставках и прочих следственных мероприятиях. Да, да, да. А что? Времена меняются. Он просел в плане доходов.